Всем привет дорогие друзья, вы смотрите видео на канале Gameplay, с вами как всегда я, Юрий Аксёнов, а на повестке дня 5 новых андроид игр. Огромное спасибо всем за лайки под вчерашним видео, я был очень приятно удивлён. Начать сегодняшний выпуск хочу с красивой головоломки под названием WarpShift. Главным героем игры, а точнее героиней является девочка по имени Пи. Она оказалась заточена в древний лабиринт, и вам необходимо помочь ей выбраться из него. По геймплею игра может напомнить пятнашки, вам необходимо менять ячейки лабиринта местами, так чтобы проложить путь до портала. Причём это нужно сделать за как можно меньшее количество ходов, чтобы получить максимальную награду в 3 звезды. Звёзды нужны для открытия доступа к новым главам. Всего в игре вас ждёт 5 глав, включающих в себя по 15 уровней. Причём каждая глава будет привносить в игру новые геймплейные элементы, что будет не только разнообразить игру, но и делать её сложнее. Вторая игра называется Tiny Archers. Она представляет из себя аркадный дефенс, в котором вам предстоит, играя за лучника, отстреливаться от наступающих на вас гоблинов. С помощью свайпов вверх и вниз вы можете выбирать траекторию выстрела. Вы можете попасть в одну из трёх частей тела гоблина. Это голова, тело и ноги. Попав в голову, вы моментально убьёте противника. В туловище раните и замедлите, а в ногу сможете остановить его на непредложительное время, которого в принципе достаточно, чтобы добить его в голову. Зарабатывая деньги, вы сможете улучшать стрелы и лук. По мере прохождения будут появляться новые виды гоблинов, более мощные и защищённые. Да ещё и будут нападать они на вас по нескольким направлениям сразу. Всего в игре вас будет ожидать три кампании за трёх различных героев. Это человек, гном и фея. Третья игра представляет из себя стелс-аркаду под названием Winter Fugitives 2 Chronicles. Возможно, кто-то помнит мой обзор на первую часть. Так вот, в отличие от неё, игра обзавелась сюжетной кампанией и стала разбита на миссии, которые вам необходимо пройти, чтобы сбежать из тюрьмы. Управление осуществляется с помощью свайпов и тапов. Ваша задача избегать встреч с охранниками, освобождать других заключённых, обыскивать шкафчики в поисках полезностей и добраться до конца уровня. Охранников вы можете устранять, подкравшись к ним сзади или сбоку. А в случае, если охранник вас поймает, вы можете дать ему взятку, или осуществить попытку вырубить его. Но стоит помнить, что второй способ не всегда приносит положительный результат. В данный момент игра находится в режиме бета-тестирования, поэтому возможны некоторые баги, сообщив о которых, вы можете помочь разработчикам улучшить игру. Следующая игра называется Attract. И это очень крутая, но сложная головоломка. Ваша задача доставить ракету до планеты, путём размещения различных гравитационных приборов. Прохождение каждого уровня можно осуществить множеством различных способов. И именно это лично меня в ней и привлекает. Вам придётся перепробовать огромное количество различных вариантов и изучить все возможные траектории полёта ракеты, чтобы в конечном итоге пройти уровень. Всего в игре вас ждёт 30 уровней, но поверьте, их должно хватить надолго. Завершает сегодняшний выпуск очередной клон Monument Wallet под названием Deragon. Причём далеко не самый лучший клон. Если Evo Explorers и Dream Machine показали себя достойными продолжателями жанра, то в данном случае всё не так радужно. Качество реализации у игры весьма хромает. Это касается всего. От дизайна уровней до корректности работы некоторых механизмов. Конечно, если вы фанат головоломок, основанных на оптических иллюзиях, и хотите чего-то новенького, то можете ознакомиться с данной игрой. Ну а так в целом игра выглядит как недоделка, пытающая отхватить немного хайпа. На этом на сегодня всё. Благодарю всех за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!